Сотни участников в течение двух дней будет выяснять, кто быстрее, выше, сильнее. Спортивные баталии развернулись на стадионе «Угольщик». Здесь можно найти себе нормальных, спортивных людей и дают десертиплину для других друзей, чтобы много было таких мероприятий, чтобы дети чем-то занимались, а не другим делом. Чемпионат дворовых команд стал, можно сказать, базой для поддержания, для продолжения, для более активной реализации спортивных проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди обычного населения. Тут, конечно же, есть ребята и профессионалы, но их единицы в общей массе. И это очень важно, что у нас в городе проводятся такие мероприятия, детей привлекаем к спорту, а администрация показывает свое ответственное отношение к спортивной культуре. Каждый может стать участником своей дворовой команды. Пол и возраст не помеха вашему желанию. В программу «Спартакеады» вошли такие виды спорта, как легкая атлетика, стритбол, мини-футбол, шашки и дартс. Самое главное – отвлечь детей в летнее время от смартфонов в лучшем случае, а в идеале – уберечь от дурных влияний. Я рада, когда дети собираются и чем-то занимаются. А когда они занимаются спортивными какими-то вещами, это идет на пользу не только их особенностям, психологическим и всем остальным. Это еще и развивает их физически. Это здорово, это замечательно. Дети заняты, дети получают удовольствие от каких-то побед своих маленьких. Поэтому сам формат спортивных мероприятий, он очень полезен для нашего поколения подрастающего. Здесь ребята из совсем непростых семей. Те, кто уже почти на грани, и к ним особое внимание. На мой взгляд, интересен всем. Вот знаете, я сама стою, просто очень приятно посмотреть на молодежь, на нашу Артемовскую, что она не сидит дома на диванах, в телефонах. Так они сейчас все сидят. Они на свежем воздухе занимаются спортом. Это очень здорово и замечательно. Первый день Спартакиады стал событием для любителей побегать с мячом. Мини-футбол, стритбол и легкая атлетика завершает день. Дворовые команды, когда я сам был маленьким, можно сказать, что мы всю жизнь играли в наших коробках, так и называлось там, куда пойдем поиграть? На коробку. Мне кажется, это нужно возрождать, потому что все дети, которые сегодня, тем более, летний период, чтобы они не были отвязаны, а были чем-то задействованы, мы их собираем, конечно, на нашем стадионе, предоставляем им все площадя, которые только можно. И надеемся, что сегодня у них привьется желание заниматься тем или иным видом спорта. И в сентябре, может, их увидим уже в наших спортивных школах. Городские соревнования проводятся за счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы развития физической культуры и спорта в Артемовском городском округе. Победители и призеры будут награждены медалями и грамотами, а команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками и дипломами. Дмитрий Подольский, Виктория Летита, Денис Надельник, Светлана Нурик. Городские новости. Артемовский телеканал «Лента».